Достроить многоэтажку на Садовой должны были еще в 2012 году. Застройщик обанкротился на начальном этапе строительства. Дом включили в перечень проблемных объектов. Региональный Минстрой провел конкурс. Для завершения стройки нашли новую компанию, которой пришлось возводить здание с нуля. В настоящее время ведутся работы отделочные по электрике, по монтажу вентиляции, по окраске места общего пользования. Всего в доме 176 квартир. Более 80 из них для обманутых дольщиков. Квартиры люди получат уже в этом году. Решить проблему обманутых дольщиков в кратчайшие сроки такую задачу поставил президент страны. В Самарской области старт системной работе по решению этой проблемы дан в ноябре 2017. На совещании по проблемным объектам долевого строительства, где присутствовали инициативные группы обманутых дольщиков, губернатор Дмитрий Азаров обозначил направление работы, которое началось на новом уровне, с персональной ответственностью руководителей в муниципалитетах, департаментах, министерствах. Глава региона поставил задачу проработать и утвердить по каждому из объектов индивидуальное решение. Это позволило сдвинуть дело с мертвой точки. В 2018 году из реестра проблемных исключили четыре объекта. В этом году еще три. От статуса «обманутый дольщик» избавились тысячи человек. На расширенном заседании правительства, где была представлена обновленная стратегия развития региона до 2030 года, губернатор особенно подчеркнул. Вопрос дольщиков намерены решить окончательно. В этом году в регионе серьезно расширен перечень механизмов для оказания мер господдержки. Хочу сообщить, что до 1 октября в регионе будет создан фонд защиты участников долевого строительства. Мы обязательно это сделаем, работу мы здесь завершаем. Планируется, что новый фонд будет финансировать завершение строительства самых проблемных долгостроев региона. Сейчас заявлено 12 объектов. Будут приезжать специалисты оценивать завершение строительства. Имеется в виду специалисты федерального фонда к нам. Делаем совместную оценку завершения строительства проблемного объекта. И дальше пока цифра идет 70 на 30. 70 федеральный фонд, 30 процентов наших. Мы таким образом будем достраивать объект. До конца 2019 года планируется решить вопрос еще пяти долгостроев. Долгожданные квартиры получат порядка 500 семей. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События.